Всем привет, это SB1813 или ProSign. Продолжаем реакции. И Саймон, кстати, тоже. Вывоз. Наверное, неправильно сказал твою фамилию, но тем не менее, я бы советовал посмотреть мне Дирен Грей в пачке, не самому, а именно в пачке, и трек их, который я тоже, наверное, неправильно скажу. Тайо Но Ау или Тайо Но А. Хочу посмотреть мою реакцию. Я сразу хочу пояснить, да, вот вы все уже прекрасно знаете, что я обожаю Дирен Грей, это все-таки моя любимая японская группа, хотя я недавно понимал, что все-таки наряду с газетами, то есть я не могу ставить кого-то больше, кого-то меньше, но тем не менее, вот именно японские две у меня, эти любимые группы и Дирен Грей, собственно, да, я их просто обожаю, все дела. Да, и, но, точнее, обожаю я, конечно, у них все-таки более такое новое творчество, да, то есть вот современные Дирен Грей, это просто я безумательный, и то, что в нулевых было, даже со всеми косяками, иконы, концерты и так далее. Но вот старые Дирен Грей, они странные. Старые Дирен Грей, вот особенно я сейчас специально даже в эту фотку нашел, вот, кстати, какой-то реплей Афродита, если что, я просто в гугле это нашел. Специально старую фотку поставил, чтобы вы, собственно, увидели, как они, во-первых, выглядели раньше, да, и, собственно, сравнили, возможно, у нас тоже мои последние реакции, да, как они там выглядят, и то, что вот сейчас будет, наверное, в клипе, потому что это, собственно, оттуда были. Такими они тогда няшечками были, и, собственно, Кео, конечно, вот тот, и сейчас это два разных человека вообще совершенно, но вообще не все. Старые Дирен Грей, это, конечно, в принципе, старый Викей, старая японская музыка, вот это все, это такое своеобразное. Я в этом году все это очень сильно открываю, то есть я вот недавно Бактик послушал полностью, мне внезапно он зашел, хотя раньше я вообще не понимал эту группу. И вот Дирен Грей, они, конечно, не настолько старые, да, но все равно, вот они с конца 90-х, вот это все. И тогда Викей совершенно был не похож на то, что сейчас, да, преподносится под Викей. Даже группы, которые косят под старые Викей, даже вот тот же Сути Кио, который Кео, собственно, делает, и тот великолепный клип и трек, который мы смотрели, он слушается вообще совершенно по-другому, нежели те бородатые времена. Так что сейчас мы послушаем именно старый трек Дирофф и заценим клип, потому что вот, кстати, старые клипы я у них не все смотрел. Мне, честно, не особо нравятся их старые клипы, они какие-то слишком взрывоглазные тогда были. То есть, конечно, группы я обожаю, но надо признать, что не все клипы у них великолепные, далеко не все. И вот старые, собственно, да. И вот этот я не помню, честно говоря, клип. Я его, по-моему, даже не смотрел, поэтому решил, собственно, взять на реакцию тоже, потому что он мне тоже посоветовал. Короче, поехали смотреть. Вот буду ли я тут хвалить 20 минут Дирен Грей? Вряд ли. Но не знаю, не знаю, посмотрим. А может быть, как-то и по-новому тоже переслушаю все это. Короче, поехали посмотрим. Дирен Грей. Блин, тут сабами, с панолами, наверное, будет, да? Главное, чтобы русских субтитров не было. Трек, кстати, охренительный. Вот трек про трек я сразу авансом скажу, что он 10 из 10. Вот он мне всегда нравился. Вот даже именно в старой обработке. Кстати, не знаю, в новом 10, по-моему, есть. А вот клип я, по-моему, не... Блин, какой же Тоши балдежный как раньше был. Ну, он и сейчас балдежный, но сейчас он такой прям мужик. И в плане звука тоже мужик. Да, раньше он там такой, ну, каждую муточку. Тоши, это басистый сейчас. Ну, если кто не знает, кто эти Дирен Гай. Типа, с партией у них раньше. Ну, они сейчас крутые, просто они другие. И Кёка, конечно, раньше вообще по-другому пел. Вот у него тембр вообще другой был. Ну, вот за это я не люблю старых гиппедеров. Вот просто посмотрите, что творится на экране. Вот трек такой офигенный, такой душевный. А смотреть это очень сложно. Почему нельзя было без этих пересветов сделать? Вы же оделись, круто как бы, у вас локации. Крутая. Вот реально, просто снять, как бы, без приколов каких-то. Был бы круто. А это же Дирен Грей. Могут без приколов. Кстати говоря, это не совсем супер старые Диры, получается. Из какого это альбома-то? Считывая, что Дай тут постриженный. И они такие прям не лолитки уже. Ну, блин, тоже офигенный. Ну, у них еще раньше такое мягкое звучание было. Вот именно не на первом EP, наверное, на первом альбоме или на втором альбоме. У них прям вот... Вот Йокон, вот этот трек, это тот же, господи, как он называется-то, один из самых известных. А вот это мой любимый момент, конечно. Просто такой баллёж. Кейш, вспоминал, как трек называется. Они такие прям мягенькие, такие прям относительно веселенькие. Вот до момента, когда ты начитаешь текст, конечно. Текст там явно не веселенький в этих треках. Ну, он прям ползает по бобсу, прям. Очень хорошо. Вот этот трек, кстати, где я вообще не слышу Кауру, если честно. Типа он где-то прям на фоне вообще играет. Вот типа, да, я слышу, собственно, этот любимый момент. Это его был выпендрёж. Больше. Ушини, как обычно, спит. Спит с тебе нос, ты вообще. Он на всех треках Дерейнгрей. Мне очень нравится вот такие, когда люди не знают про это. Ну, вот такие им треки сначала давать, а потом какой-нибудь переделанный заново включать. Чтоб они просто тренили на сколько тебе. Причём, что типа это одна и та же группа, они, вот по сути, типа вот этот трек и какой-нибудь ультра-тяжёлый из последних их альбомов, они могут на одном конце сыграть. Типа, и пофиг, конечно. За это вот я люблю и фонсо, и Дерейнгрейд, в частности, в принципе. Я понял, что тут Доши похож на персонажа из Геншина. Причём очень похож. Ну, кроме колготок, конечно, не улыбок этих. И такой ракурс отличный. Так, ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек, I don't know how, наверное, неправильно говорил, от группы Дерейнгрей, которая посоветовал Саймон Кэвас. Чё хочу сказать, трек, конечно, 10 из 10, вообще Дерейнгрейд, все дела, даже старые, типа всё равно мне они очень нравятся. И хоть не все треки, конечно, там есть порны, но вот этот, конечно, очень балдёжный, он такой супердушевный. И, как бы, к нему у меня вопросов, естественно, нет, я его прекрасно знаю и люблю послушать. По поводу клипа, давайте сразу клип все-таки разбирать в первую очередь. Ну, был бы этот клип очень хорошим, если бы там всё было чётко. Если бы просто, вот реально, там же целая локация у них интересная была. Крутые костюмы такие необычные, да, особенно для того времени, тоже, мне кажется, когда в веке начали переходить, собственно, от этих платьев и так далее. Такой модернистский, на тот момент, стиль. Мне кажется, это можно было себя как-то показать. Но вот то, что творилось в предыдущем, блин, нафига вот эти все пересветы, какое-то просто мелькание бесконечное. Вот за это я не люблю старых клипатеров. Там есть нормальные, есть нормальные, да, то есть, например, тот же Йокун, по-моему, он прям очень стильно сделан в этих снежных тонах, прям я обожаю. Но вот такие клипы у них, они бесят, если честно. Типа, вот ты хочешь побалдеть от трека, и ты начинаешь смотреть клипы, у тебя просто инклюцинация начинается. Так что клип не дотягивает, конечно. Всё-таки потом они научились снимать клипы, реально хорошие. Один Апскур только что, стоит, да, вот именно с того времени, если начинать. Даже сейчас совсем, если не говорю прямо сейчас. Хотя вот тоже, мы что-то, у них первая моя реакция на этом канале была на их клип, где всё мигало. Хотя это тоже их новый клип был. Так что Дерингрей, типичный Дерингрей, любят, чтобы не как у всех. В принципе, за это мы их любим. Ну ладно, в принципе, нормально, короче. Тут не будет, да, наверное, хвалёшки бесконечные. Но именно сам трек офигенный, сам трек офигенный. Если кто не слушал старый Дерингрей, обязательно послушайте. Не всё, возможно, вам зайдёт, но, мне кажется, там есть очень треки, которые, включая этот, вот именно такие внезапно обрышты. Но, опять же, только не читайте тексты потом. Тексты потом, там, на очень добрые треки очень злые тексты бывают. Внезапно, да. Так что, так вот чисто именно, просто послушать, побалдеть, да. Ну ладно, короче. Спасибо всем, кто смотрит реакцию. Ссылочка в описании нравится, 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 сами всё знаете. Я побалдел практически, если бы не было этих городских пересветов. И если бы всё было подчётче снято, вот и было видно всех моих, скажем. Даже вот тоже кавер вообще не показывать. Но он, честно говоря, в этом-то практически не играет. Он там предматч какой-то вообще совсем. То есть тут больше Тоши и Дайски играет. Ну и, собственно, Кёпойдёт. Калва тут как-то так. Хотя как бы он хватит. Ладно. Всё, наверное, переходим к следующей реакции. Я пошёл, я не пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...